Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы с вами приготовим за полтора часа очень вкусное полноценное меню. Все будет очень быстро, просто и вкусно. Первое, что мы с вами приготовим, это вот такой яркий свекольник. И свекольник у нас будет не с картошкой, а с рисом. Очень всем рекомендую попробовать. Компот. Это традиционный я всегда готовлю на выходные. Компот. Это очень вкусно и просто. И готовлю его без сахара, только с ягодами. Приготовим с вами вкусные спагетти в соусе с томатом, с паприкой и с базиликом. Вот такую рыбку яркую и вкусную мы с вами приготовим в кляре, в сухарях панировочных. Корочка будет очень хрустящая и вкусная, а внутри рыбка очень сочная. Закусочка у нас вот тут вот такие грибочки запеченные. Они такие же, как на гриле, как шашлычки. Очень вкусно. Вот такой салатик. Это салат лисия шубка с красной рыбой и большим количеством овощей. После приготовления салата у меня осталась отварная картошка. И я тоже сделала закусочку. Посмотрите, вот такую вот картошечку я пожарю. По вкусу напоминает картофель фри. Очень вкусно. Уйдет у вас на ура. На десерт вот такой кекс. Кекс с черной смородиной. Он только у меня из духовки. В конце видео мы еще его украсим и разрежем. Очень ароматный, простой кекс. Получается очень нежный, но и естественно вкусный. Ну как? Мне кажется, очень хорошее меню у меня получилось. Ну и давайте готовить. И первый у нас будет свекольник с рисом. В кастюле добавим немного растительного масла. Нам понадобится лук и морковь. У меня луковица очень большая. Я возьму только половинку. Порежем. Лук порезали, отправляем в кастюлю. И туда же я отправляю морковь. У меня замороженная. Ну и здесь где-то небольшая морковка такая. Еще нам понадобится, естественно, рис. У меня здесь 2 столовых ложки. Во, уже хорошо промыло. Если хотите погуще сок, можно 3-4 положить. У меня заготовка. Здесь у меня уже свекла. Болгарский перец и томаты. Все прокручено. Такую заготовку мы сделали вместе с вами. Под видео оставлю, как я ее делала. Ссылочку. Из специй будем использовать соль, перец, чеснок, сушеные травки для аромата и немного для аромата копченой паприки. Лук и морковь обжарим, чтобы они стали мягкими. Через 3-4 минуты добавляем рис и заливаем водой. Доводим до кипения. После закипания убавляем огонь. Закрываем крышкой и готовим 10 минут. 10 минут прошло. Я отправила заготовку со свеклой. Если у вас нет такой заготовки, то свежую свеклу надо натереть и обжаривать ее вместе с луком и с морковью. Лук отдельно уже на сковородке и отдельно отваривать рис. Свекла тут уже готовая, она вареная. И поэтому сейчас мы доведем с вами до кипения и будем готовить всего еще 7 минут. Но сейчас нам нужно еще добавить специи. Это соль, перец, я добавляю еще чеснок, можно свежий, сушеных травок для аромата и также для аромата немножко копченой паприки. Довели до кипения, убавляем огонь, закрываем крышкой и готовим 7 минут. Обязательно попробуем на соль. По необходимости досолим. Добавим зелень. Ну и еще с зеленью минуту где-то продержим и свекольник у нас готов. Очень вкусный суп получается. Попробуйте, если кто готовит все время с картофелем, попросите с рисом. Это очень нежный суп и вам обязательно понравится. Теперь будем готовить рыбу. Сковороду наливаем растительное. масло и отправляем разогреваться. Рыбу я уже посолила, поперчила с обоих сторон. Здесь у меня 2 столовые ложки муки. В муку тоже добавляю, соль. И понадобится венчик. Буду добавлять у меня здесь газированная вода. понемногу буду добавлять и размешивать, чтобы получился кляр. Будем обмакивать рыбу в кляр, а потом панировочные сухари отправлять уже на сковородку. обжарили с одной стороны, перевернули. И теперь я закрываю крышкой и жарю уже под крышкой. Вот такая аппетитная, румяная у нас рыбка получилась. Очень вкусно получается. Хрустящая корочка, внутри нежное филе рыбное. Просто вот рекомендуем. Делаем следующее блюдо. Это закуска будет из шампиньонов. Сделаем как найти типа шашлычков таких. У меня здесь соль. Она ароматизирована сушеным чесноком и травами. Можно по отдельности взять это. Еще буду добавлять перец, немного каркумы для цвета и копченой пафрики. Нам понадобится растительный майонез или соус какой-нибудь. Можно использовать простой майонез. Ну и сейчас все перемешаем, чтобы соусом покрылись все грибочки. Запекать буду вот в такой форме и отправлю в духовку 250 градусов где-то на 15 минут. Вот такие грибочки румяненькие получаются. Очень ароматные как будто это шашлычки. грибочки. Теперь будем готовить спагетти соусом. Вода у меня уже закипает. Отправляем макароны вариться. и в другой сковородке будем делать соус. Здесь у меня опять же заготовка. Ссылочка внизу. Смотрите. Здесь у меня перец сладкий, томаты и базилик. Масла я не добавляю. В конце просто добавим олесковое масло. соус разогрелся. Спагетти сварились. Добавляю чуть меньше столовых ложки оливкового масла. Соус еще раз скажу я разогревала без масла. Оливковое масло выступает в роли ароматизатора. Можно конечно сделать просто с кетчупом макарон но вот такой домашний соус с базиликом с перцем с томатами очень вкусный. Все макарошки все здесь. Добавляем пару ложек воды в которой варились спагетти. Распределяем по соусу посыпем зеленью и все и блюдо готово. Посыпаем спагетти зеленью. У меня есть растительный сыр. Я еще сыром потру сверху. Но это совершенно не обязательно. И кто не постится можно пармезанчиком сверху. будем делать салат лисия шубка. Нам понадобится горбуша. Здесь у меня банка горбуши. И я порезала мелко половинку крупной луковицы. Маленькую луковку нужно. Здесь у меня картофель, морковь и свекла отварная. Нам понадобится растительный майонез. или простой майонез. Что вы используете. вниз немного отправляем майонеза. Будем натирать первым слоем картофель отварной. Натерла я две картофелины. Этого будет достаточно. Заправляем соусом. следующее это рыба и лук. Я немножечко разомну вилкой. И прям вот сюда соус добавлю, чтобы этот слой не был сухим. Заодно лук промаринуется. вот так вот и отправляем в салатник. Очень мелко рыбу я не делаю. люблю когда кусочками попадается рыба. Сверху еще немножечко соуса. Это немного будет, потому что овощи достаточно сухие. Так следующее что мы будем натирать это свеклу. У меня четыре маленьких свеклы вот такие все я их и затру. Следующий слой у нас будет это отварная морковь ее натираем тоже на терке. Натерли этот слой отправляем сверху на салат. Вот так у меня получилось в идеале должно быть все покрыто морковью. Моркови у меня получилось мало. Значит не две а три надо. Достаточно крупные морковки. Так сейчас немножечко украсим. Я беру маринованные огурчики и так по кругу их разложим. маслинки маслинками посыпем немного зеленью. Ну все салатик очень простой и вкусный готов. Чем хорош этот салат ему два три дня абсолютно ничего не будет в холодильнике и чем больше он стоит тем больше будет прописываться будет сочным и вкусным. Так что такой салат можно смело приготовить на несколько дней. Осталось испечь что-то на десерт. Берем муку и нам нужно 7 столовых ложек вот таких с горкой. Стакан сахара можно немножко меньше. Давайте не полный с вами стаканчик. Вот так вот достаточно. Пакетик разрыхлителя. и столовая ложка пакурусного крахмала. Духовку я уже разогреваю на 180 градусов. Форму тоже приготовила. Форма 20 сантиметров. Теперь 3 столовых ложки растительного масла берем и стакан воды. можно сок можно компот можно молоко растительное и венчиком размешаем. Все размешали. Комочков не можно делать шоколадную часть муки заменить на какао и будет шоколадный кекс. но это такой пирог как кекс будет у нас. Пару горсточек черной смородины она мне прям замороженная. форму я смазала растительным маслом и бока и дно. Отправляем тесто в форму. Много ягодок сверху. и отправляем в духовку. 180 градусов духовка разогрета. Где-то на 40 минут. отдых льго запах и довольно уплав поддых в духовку. Много с половиной или мы Класс, такой вкусный получился. В меру сладкий, жалко, что только ягоды вниз опустились, их не видно, но они все равно и есть, они дают кислинку, в общем, очень вкусный, компот не сладкий, пирожок очень вкусный, не скажешь, что он постный точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...